Интересно, появление Бастера Дугласа в бою против Луи Саварыза, супертяжеловеса. Для тех, кто постоянно смотрит программу Большой Ринг, имя Бастера Дугласа говорит о многом. Вы помните, самый драматичный бой за всю историю, наверное, последних двух десятилетий, это бой Тайсона против Бастера Дугласа в Токио. Проходной для Тайсона бой. Тайсон, который, в общем, просто запугал и уничтожил весь дивизион тяжеловесов, которому нужен был бой просто для денег, выбрал себе жертву в лице Бастера Дугласа. Бойца, на которого тогда никто не ставил, тогда ему уже было под 30. И вот Бастер Дуглас, который перенес и травму, и за день до боя, жесточайшую трагедию, у него мать умерла. Тайсона нокаутировал тогда. Вот он. Дуглас, который сделал себе имя и оставил свое имя в истории мирового бокса, сейчас, когда ему 38 лет, как видите, непонятно для чего, вылез на ринг снова. Может быть, дурной пример, как я уже говорил, подал Джордж Форн. То все старики возвращаются на ринг. Луис Авариз, ему 32 года, тоже далеко не юноша. Боец, в общем, очень хороший, умный, расчетливый. Ну, вы помните, чем кончился его последний бой против Айзона. Нигерийца Айзона. Нокаутом. Савариз тогда проиграл нокаут. И вот снова Бастер Дуглас на ваших экранах. Вы знаете, поскольку у нас в прессе пишется этот Дуглас, вообще-то произносится Даглас. Давайте его все-таки будем называть так, как его реально зовут. Луиса Авариз, вроженец и житель Бруклина. Нью-Йорк-Сибири. Итак, мы с вами снова в Фоксвуд-резорт-казино. И, в общем, организовать для этих двух бойцов какой-то чемпионский бой по версии, которая мне совершенно неизвестна. Но это не имеет ни малейшего значения. Ай-Би-Эй, да. Вот как называется эта организация. Они сейчас плодятся, как кролики. Конечно, и для того, и другого бойца этот бой очень важен, потому что, ну, для Бастера Дугласа, вы сами понимаете, почему. Я думаю, что, в общем, его на ринг гонят, наверное, обыкновенные финансовые проблемы. Луиса Авариз, который, в общем, очень хорошо себя показал в бою против Джорджа Формуна. Да и с Айзоном он боксировал превосходно. А должен восстановить свою пошатнувшуюся репутацию. Луиса Авариз никогда не считался претендентом на высший мировой титул. Но боксер, он очень хороший. Видите, 36 побед, два поражения и 30 побед нокаут. Гринвуд Лейк, Нью-Йорк. Его родной дом там. Но почему-то Фоксвуде не любят Савариза. Или не любят просто жителей Нью-Йорка. Я уж не знаю, по какой причине. 36 побед. Пять поражений, одна ничья, 23 победы. Накал. Он из Коламбуса, штат Огайо. Бастер Даглас был чемпионом после победы над Тайсоном ровно столько времени, сколько потребовалось, чтобы организовать его следующий бой с Эвандером Холлифилдом. Добрые старые времена Бастер Даглас был очень неплохим боксером. Каков он сейчас, в свои 38 лет, мы сейчас увидим. Сомневаюсь я, что... Хороший пример показал остальным бойцам Джордж Форман. Форман уникум. Никому больше не удавалось повторить его успех. Вспомните, величайший боец, наверное, нашего столетия, Шугар Рей Леонард. Он проиграл техническим нокаутом бойцу, который, в общем, раньше и близко быть к нему, наверное, не мог приблизиться. Потому что решил вернуться на ринг. Это здоровенные ребята, высоченные. Саварис, где-то, наверное, под 2 метра, да и Даглас. Порядка 194 сантиметров ростом. Первый раунд, полторы минуты. Чистое попадание справа через руку. Опытный, конечно, битый, тертый боец. Даглас понимает, что нужно в этом положении делать. Нужно прилипать противника, что он и делает. Саваризу нужно оторваться. Выйти на ударную дистанцию. Действует очень остро Савариз. Посмотри. Пока что скорость, в общем, не такая уж низкая у Дагласа. Жесточайший удар справа в голову, в весок. Через руку, снова. Ну как же так? Вот тут теряет всяческую ориентировку Бастер Даглас. Во время этого спорта. Да, бедно, да, прямо с каждым. Остается только посочувствовать. Знаете, перефразируя знаменитую сентенцию Портоса из трех мушкетеров, что я уважаю старость, но не в вареном и жареном виде. Вот, друзья, я думаю, что на ринге старость должна уважать сама себя. Нужно все-таки оценивать трезво свои силы. Нужно не рисковать своей репутацией. Нужно уважать себя. Не подставляться, что называется. Савари сам потрясен, что он одержал такую быструю и эффектную победу над легендой мирового бокса. Но, в общем, здесь, наверное, все-таки половина заслуги в этой победе лежит на тех, кто толкнул Бастера Дагласа на ринг. Нужно реально соотносить силу. И всегда, в общем, это плачевное, жалкое зрелище, когда легенда спорта, легенда бокса пытается доказать, что он все еще такой, хотя время уже ушло давным-давно. Давайте посмотрим, как это было. Ну, что остается делать Саваризу, когда Бастер Даглас опускает не только предплечье, но даже и плечо вниз. Смотрите. Это уже второй удар. Ну, а тут, конечно, вот этот вот левый удар, когда проскочил левый крюк в челюсть, то просто из-за большой инерции все еще стоял огромный Бастер Даглас на ногах. Но он был уже практически бессознанно. Но ведь сколько было расчетов у Бастера Дагласа перед этим боем. Он ожидал, что его ждет будущее Джорджа Формана и те же самые деньги. Кстати сказать, Форман встретится-таки, наконец, с Холмсом в день своего 50-летия. И интерес к этому матчу настолько велик, что Форману готовы дать 9 миллионов долларов за этот бой, а Дарри Холмсу 4. Представляете? Но мы уже поняли, что Бастер Даглас это не Форман. Вот так кончилась попытка возвращения на ринг когда-то знаменитого Бастера Дагласа. Этот тихонь, этот симпатяга Саварис, в общем, доказал, что он по-прежнему угроза для некоторых тяжеловесов из высшей десятки. Но Бастер к этому не относится. Итак, первый раунд. 2 минуты 34 секунды. Победа техническим нокаутом и пояс какой-то там организации, которой мы не знаем. Да, это не имеет значения. Главное, что бой был интересен. И Луиса Вариз подзывает маму на Рим. Должна быть, она очень мужественная женщина, мама Луиса Вариза, раз готова видеть его бои. Ну, а то, что он висит в том, что он не может быть.